всем привет друзья и сегодня покажу вам реально четкую программу тренировок которая поможет увеличить ваш вертикальный прыжок особенно если вы новичок буду выполнять эту тренировку на улице поскольку у меня в комнате мало места и снимать и выполнять тренировку неудобно изначально что я хочу сказать это прыжки кольцу то есть если ваша цель это данки то эту тренировку вам нужно совмещать с прыжками кольцу если же вы волейболист вам нужно отрабатывать свою технику подачи и в общем не суть какой вид спорта вы просто должны отрабатывать именно свою технику прыжка то есть замечательную тренировку плюс прыжки кольцу если вы новичок то за месяц за два месяца ваш прыжок просто начнет расти геометрической прогрессии если хотите остаться с коленями в 20-30 лет то лучше разминайтесь лучше начнем начинаем мы нашу тренировку прыжки на прямых ногах 3 сета по 5 повторений действительно очень классно упражнение которое невероятно хорошо подходит для новичков она очень хорошо подготавливает мышцы ног к работе к прыжкам к плеометрике еще раз прыжки на ногах делаем 35 следующие прыжки на поверхность поверхность это может быть ваша кровать опять же говорю это может быть стул это может быть стол для начала выбираете небольшую не бы начала выбирайте поверхность небольшой высоты делаем мы это упражнение 3 с этого как повторение видим 12000 только 1 2 3 делаете первый сет вы делаете прыжки допустим с приседа то есть полного приседа 2 вы делаете просто с места 3 же вы делаете со своей на прыжке то есть я в данном случае делал на прыжку с двух ног потому что я сейчас пытаюсь тренировать прыжок как из одной так из двух ног поэтому просто решил делать 2 вот после того как мы сделали 1 2 3 тип ты его 5 мы переходим следующему упражнению следующий упражнение у нас отскоки на одной ноге 3 по 6 ты по 6 мы делаем 3 вперед делаем 3 в бок и так мы делаем на каждой ноге то есть по сути не 3 по 6 а 3 6 по 2 то сделаем на левую на правую ногу и самое главное когда вы отпрыгиваете на ногу вы должны приземлиться плавно вы должны то есть скажем так вы должны максимально себя стабилизировать чтобы не сдвинуться в сторону не отпрыгнуть если вы должны контролировать свой прыжок и еще пока я вспомнил самое важное в тренировке палеометрики прыжков всегда это научиться правильно приземляться очень важно чтобы вы приземлялись именно мышцами они суставами и связками следующее приседание 3 по 6 тут мы видим непонятные нам символы сейчас все объясню делаем 3 подхода по 6 повторений делаем первый подход мы делаем 6 повторений мы медленно опускаемся то есть две секунды опускания и потом не задерживать мы резко встаем максимально быстро но подконтрольно это самое главное стать подконтрольно следующем подходе мы быстро приседаем на самого не просто падать да а нужно присесть быстро но при этом подконтрольно то есть приседаем быстро 2 секунды мы останавливаемся в нижней точке после чего встаем тоже максимально быстро и последний подход так же самое мы быстро опустились вообще не задерживаемся в нижней точке и мы и встаем в течение двух секунд вот такие у нас получаются приседания 3 по 6 3 по 6 это очень классное упражнение поскольку она задействует как вашу концентрическую так и за метрическую так и эксцентрическую фазу в общем не выдавайтесь подробности но все три фазы работают это просто шикарное упражнение и для новичков она просто великолепного поэтому это упражнение ни в коем случае пропускать нельзя следующее это болгарские приседания 3 по 8 но 2 потому что на каждую ногу на каждую ногу по 8 приседаний это упражнение может быть сильно тяжелым особенно для новичков она максимально заточена на вашу силу на силу ваших подрицепсов и его тоже ни в коем случае нельзя упускать у новичков она может быть вызвать вызвать изначально проблемы с координацией чтобы скажем так приседать правильно да не вываливаться влево вправо выберите для себя комфортный угол и у вас обязательно получится итак последнее что мы делаем это прыжки с тумбой и выпривание 2 и 5 очень важное упражнение и так для начала сейчас объясню что я для начала самое главное выберите небольшую возвышенность это может быть ваша кровать стул я использую такую небольшую каменную стену смотрите если будете просто прыгать с места неважно с подседом без вы выпрыгнете до определенной высоты да но если вы возьмете спрыгните с места и после чего выпрыгните то вы принятие выше чем вы выбрали до этого почему это так не буду рассказывать такие серьезные теоретические подробности но если говорить просто это эксцентрическая сила вы растянули свою мышцу подготовили ее после чего когда вы приземляетесь в пружина выпрямляетесь и выпрыгиваете то есть это очень важное упражнение потому что она подгодавливает вашу мышцу к иным нагрузкам и при и при начальных плиметических упражнениях для новичков это супер важно а уж и мы такая программа тренировок основную часть управляют прыжки но для начала прыжки да по сути все что вам нужно этих упражнений он будет достаточно вполне абсолютно если кстати вам слишком легко можете в приседаниях болгарских приседаниях вы можете добавлять какие-то веса то есть можете взять и рюкзак добавить в него вес для начала это будет шикарно в общем пользуйтесь этой программой тренировок спасибо что посмотрели это видео ставьте лайк подписывайтесь всем удачи и надеюсь ваш прыжок будет расти с каждым днем